Здравствуйте друзья, продолжу тему электропитания в умном доме и сегодня расскажу про один из самых распространенных на алиэкспресс без перебойников с разъемами на 5, 9 и 12 вольт. Хотя по своей функциональности такие устройства похожи на Powerbank, которые присутствуют на рынке в огромном количестве, между ними существуют кардинальные отличия. Powerbank рассчитан на автономный режим работы, сначала заряжается его внутренний аккумулятор, затем он отдает эту энергию другим устройствам. При одновременной зарядке Powerbank и питании через него внешнего устройства, при пропадании и появлении внешнего питания, в большинстве случаев его порты кратковременно отключатся. Если вы заряжали свой телефон, то ничего страшного, а если питали мини ПК или роутер, то они перезагрузятся. Но даже если ваш Powerbank поддерживает сквозной режим работы и внешнее питание не перегружает его порты, он все равно не рассчитан на постоянно подключенную зарядку и нагрузку. При таком использовании его аккумуляторы быстро выходят из строя и сдуваются, знаю на личном опыте. А бесперебойники изначально спроектированы на постоянное подключение к сети питания и переключение на внутренний аккумулятор при отключении электрики, не прерывая подачи напряжения на подключенную к ним нагрузку. Ее отключение происходит только тогда, когда полностью разряжается аккумулятор самого бесперебойника. После того, как появляется электрика, питание нагрузки возобновляется, а бесперебойник начнет заряжать встроенный аккумулятор. Модель DC1018P. Внутренняя емкость аккумулятора в 10400 мАч, при напряжении 3.7 вольта это 38.5 ватт часов. Выходы USB, DC5, 9 и 12 вольт, пассивный POE 15 или 24 вольта, максимальная мощность до 18 ватт. Мощность по портам. USB и DC5 до 2 ампер, DC9 и 12 вольт до 1 ампера, POE 0.6 ампера. Входное напряжение от 85 до 265 вольт. Размер 160 на 105 на 33 миллиметра. Диапазон рабочих температур от минус 10 до 40 градусов Цельсия. Поставляется устройство в черной картонной коробке с его схематическим изображением и надписью DCUPS. Это значит, что тут есть выходы только постоянного тока. На нижней стороне коробки напечатан перечень его особенностей, таких как литий-ионный аккумулятор, микропроцессорный контроль, автоматическое включение при подаче питания, защиту от перезагрузки и короткого замыкания. Параметры конкретной модели перечислены на наклейке. Внутри все упаковано довольно плотно, по коробке ничего не болтается. Пока бесперебойник ко мне ехал, а это заняло около месяца с учетом нового года, в том магазине, где я его заказывал, он больше не доступен. Поэтому в описании под видео я оставил ряд ссылок на аналогичные модели у других продавцов. Вот все что нашлось в коробке. Сам бесперебойник, в моем случае белый, но существуют и черные версии. Кабель для подключения к сети, я заказал с правилкой, два кабеля для подключения нагрузки и инструкция. Один из комплектных нагрузочных кабелей обычный, второй двойной. Тут применены стандартные разъемы 5,5 на 2,1 мм, которые в большинстве случаев можно использовать без переходников. Хотя лишним такой наборчик точно не будет, тем более стоит он совсем недорого. Ссылку на него я оставлю в описании. Купил на всякий случай, но пока получается обходиться штатными разъемами. Согласно инструкции существует как минимум шесть модели таких бесперебойников, которые отличаются количеством и мощностью портов. Также есть несколько вариантов по емкости. На 4 аккумулятора 2600 мАч, суммарно 10400, как в моем случае. На 8800 мАч, такие я тоже видел. А вот на 8000 с литий феррум ПО4 мне не встречались, хотя были бы весьма интересны. Как я и сказал, эта серия бесперебойников бывает в корпусах белого и черного цвета. Мне бы конечно больше подошел черный, но хорошая цена в тот момент была на белый, поэтому получилось так. Все разъемы скомпонованы на одной стороне, мне кажется это довольно удобно. Тут есть два Ethernet разъема, вход для LAN и выход POE. Рядом с ними селектор переключения питания 15 или 24 вольта. К сожалению у меня не нашлось ничего чтобы проверить этот порт. Далее идут USB, 3 порта под разъем 5.5 на 2.1 мм на 5, 9 и 12 вольт и для бытовой электросети. На верхней стороне находится кнопка питания, индикатор сети и четырехсегментный уровень заряда. При подключении к электросети устройство включается автоматически. Индикатор статус светит красным, если внешнего питания нет и зеленым, если оно есть. Сейчас внешнее питание подключено, в USB разъем включена лампочка. Отключаем питание, лампочка продолжает светить без прерываний. Включаем назад, индикатор снова зеленый, лампочка продолжает светить. На нижней стороне такая же наклейка как и на коробке с названием модели и перечнем базовых характеристик. Верхняя крышка корпуса держится на защелках и снять ее довольно просто. Вот так выглядит внутреннее устройство бесперебойника. Как видим тут используется сборка из четырех литий-ионных аккумуляторов 18650 емкостью по 2600 мАч. В качестве исполнения претензий у меня нет, аккумуляторы при необходимости несложно будет заменить. Что касается их компоновки, производитель последовательно соединил две пары параллельно соединенных аккумуляторов, то есть сборка на 7,4 вольта на 5200 мАч. С этой стороны, где обе пары соединяются между собой, припаян провод балансира, его наличие однозначно большой плюс. При заявленном максимальном токе для USB порта в 2 ампера, мне удалось получить 3 ампера без просадки напряжения, что позволит подключить даже весьма прожорливое устройство. А для DC портов я использовал электронную нагрузку в режиме теста блоков питания. Для 5 вольтового выхода я установил минимальное значение 4,6 вольта. Тест начнем с 0,2 ампера. Запускаем. На старте напряжение 5,12 вольта. Поднимаем ток. Чем больше нагрузка, тем сильнее проседает напряжение. Ниже установленного порога в 4,6 вольта напряжение проседает при токе нагрузки более чем в 1,8 ампер. С учетом теста на USB я ожидал большего. Для 9 вольт я поставил минимум 8,6 вольта. Начнем также с 0,2 ампера. При токе более чем 0,3 ампера напряжение проседает ниже 9 вольт. Заявленный 1 ампер. Просадка ниже 8,6 вольта при токе более 1,5 ампер. И тест на 12 вольтах. Даже при стартовой нагрузке выход не дотягивает до 12 вольт. При токе более 0,5 ампера напряжение просаживается ниже чем 11,6 вольта. Тест емкости я решил провести на 9 вольтах при токе 0,6 ампера, что составляет 5,4 ватта. Это средняя мощность стандартного бытового роутера. Несильно мощные модели потребляют еще меньше. Такую же мощность 5,4 ватта показывает Raspberry Pi 4B в корпусе Argon One с SSD диском и запущенным Home Assistant. При старте больше 8-9 ватт, но в течении нескольких минут мощность падает. Ток которой нагрузка будет поддерживать 0,6 ампера. Запускаю. На верхнем экране поочередно отображаются значения в вольтах, амперчасах и ваттчасах. Если разделить амперчасы на ток нагрузки, получим время работы. Ваттчасы отданную энергию. Тест длится 2 часа 40 минут. Отдано более 14 ватт часов энергии. Индикатор заряда все еще показывает 100%. Напряжение держится на приемлемом уровне 8,95 вольта. Мощность 5,4 ватта. 3 часа 20 минут теста. Почти 18 ватт часов энергии. Индикатор заряда за последние 40 минут погасил сразу два деления. Есть проблемы с его калибровкой. Напряжение держится на том же уровне, тут все в порядке. Тест идет чуть более 4,5 часов. Отдано более 24 ватт часов энергии. Напряжение держится на том же уровне. Мерцает последнее деление индикатора заряда, намекая на скорое отключение. Бесперебойник продержался 4 часа 40 минут и отключился. За это время он отдал 25 ватт часов энергии, что составляет 65% от номинальной внутренней емкости. Не могу сказать, что это впечатляющий результат, хотелось бы ближе к 80%. Герой обзора в работе. К нему подключен один из моих серверов Home Assistant на Raspberry Pi 4B, пока он грузится мощность около 8 ватт. Дополнительно еще небольшой гигабитный коммутатор на 9 вольтовый порт. Чаще всего длительность отключения электрики у меня 3-3,5 часа и емкости бесперебойника хватает для поддержки этих двух устройств. В целом за свою стоимость приемлемый вариант, если изначально понимать его реальные возможности порядка 5 часов на средний домашний роутер, точнее зависит от его фактической мощности. К достоинствам можно отнести то, что для каждого напряжения сделан отдельный порт, это даст возможность одновременно питать разные устройства, а также наличие USB. Неплохо также использование стандартных 18650 аккумуляторов и встроенного балансира. Минусы, наличие просадок напряжения на DC портах при заявленных максимальных токах. А главное, фактическая емкость сильно ниже от того, что можно было бы ожидать 25 Втч. Конечно, я не ждал 38,5 это внутренняя заявленная емкость, но было бы хорошо увидеть где-то 30 Втч. На этом все, надеюсь что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Если вы не хотите пропускать новое видео, подписывайтесь на мой канал и включайте уведомления о премьерах. В описании под видео вы найдете ссылку на устройство, показанное в обзоре, а также на мой телеграм-канал и группу общения по вопросам умного дома. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok